За больше 90-х годов иснования уроковская школа-интернат изменила некогда назову, а за все, да и ее главной задачей было оказание допомоги детям, и киа пынолича у непростым життёвым становищем. Сегодня это перш за все дети с особливостями психофизичного развития, большость за яких до того же засталася еще и без опеки батьков. Створить оптимальные умовы для развития выхованцев и подрактовать их до самостоинного життя на это накированы намагания усягу коллективу. Для них есть все общеобразовательные предметы, но все-таки основным предметом для наших детей на сегодняшний день является трудовое обучение. Это единственный предмет, по которому дети, заканчивая школу, сдают экзамен и идут затем в лицее и в колледже. Удел выхованцев уроковской школы-интерната у мероприемствах ящадно смакшимостью адаптации детей до життя в громадстве, районный конкурс «Я спеваю», областные «Две зорки», республиканский фестиваль «Веселковый карагод», международный фестиваль «Мы разом» плюс досягнение у спортивных спаборництвах. Керавництва школы кажа, что ведьми гонориться досягнением своих наученцов. Это спальный покой для 8-9-годовых хлопчиков. Он и оформленный в отповедном стиле 4 ложки, шкаф для одения и стол. Такая достаточно теплая обстановка тлумачится тем, что тут дети только отпочиваются. Весь остатный час они проводят в других помешканьях. Новогодние ранечники в Ауроковской допоможной школе-интернате проходят уже около полутора тыднёв и будут протягиваться до родства. Але гэтое представление бадай самое головное, бо отбывается у рамках доброчинной акции «Наши дети», тярод гоноровых гостей, героиньки областного объединения профсоюзов, свободной экономичной зоны, гометского райваконкама и белтелерадиокомпании. У минулом годе журналисты подаровали школе-интернату интерактивную дошку. Зараз старшиня Геннадь Давыцька привёз некольких компьютеров. В администрации установок кажуть, что теперь тут смогут ожитявить давнюю мару, створить уласно-компьютерный класс. Акция «Наши дети» – это способ допомогти стать им больше счастливыми. Мы столько наблюдаем людей, которые живут в полной семье, в достатке, здоровые. И они не умеют быть счастливыми. Они всё чем-то недовольны, всё что-то им. У них что-то не получается и вообще какой-то судьбе чужой заведует. А эти ребятишки, они истинно счастливы к простому вниманию. Они уверены в том, что их не бросят. Они уверены в том, что они нужны, что их любят. И это самое главное, это большое счастье.